Руководители предприятий, допустивших просрочку по зарплате, будут сурово наказывать. Такое заявление сегодня на итоговой коллегии Минтруда Республики сделал премьер-министр Татарстана. Алексей Песошин отметил растущую задолженность по выплате заработной платы и призвал межведомственную комиссию по вопросам повышения уровня жизни вести активную работу с должниками. Уровень безработицы в набережных Челнах достиг рекордно низких показателей. Впервые в истории он составил 0,03%. Об этом на итоговом совещании коллегии Минтруда Республики, которое прошло сегодня в Казани, сообщил мэр Автограда Наиль Макдеев. По его словам, положительной статистике способствовало создание 3000 дополнительных рабочих мест. Почта России начнет брать пошлину за доставку товаров из зарубежных онлайн-магазинов. Об этом сообщает коммерсант со ссылкой на пресс-службу компании. Пилотный проект по сбору платежей стартовал уже сегодня. Однако перечень магазинов, которые затронет новая мера, Почта России не уточнила. Известно, что взыматься пошлино будет на этапе оформления заказа на сайте продавца. Беспилотники КАМАЗ опробуют на Челнинских дорогах уже в этом году. Об опытной эксплуатации сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации Ростех. Проверку техники проведут как на закрытой территории, так и на дорогах общего пользования. Во время эксперимента в автомобилях будут находиться водители-испытатели, которые в случае необходимости сядут за руль. В набережно-челнинском госпитале для ветеранов войн назначен новый руководитель. Кресло главного врача заняла резида Мавзютова. Ранее на этом посту трудилась депутат горсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан и соцзащиты Ляля Камалединова. В июле прошлого года она написала заявление по собственному желанию.